всем привет меня зовут дмитрий со мной андрей привет привет очень приятно взаимно в эфире канала блог сегодня блог приехал на конференцию москва джесс очень классная конференция сейчас прямо идет кажется последний доклад наверное вы смотрели уже интервью с мишей один из ведущих радио джесс подкаста и сейчас мы вам удалось с андреем познакомиться очень здорово андрей расскажет во первых пожалуйста себе как не выбрал путь front-end самый правильный путь почему как твое становление какой разработчик ушел а потом уже дальше будем говорить о том что сейчас занимаешься ok front-end на самом деле выбрал меня мне кажется я не выбирал front-end так получилось что изначально я пришел начал свою карьеру разработчика как программист серверной серверный мы писали веб проекты сначала на vbscript был такой язык позже это было сколько это наверно около шести семи лет назад мама первая работа у меня была в банке и там суровый enterprise сначала vbscript позже java dotnet c sharp такие вот вещи но java script java script тогда еще был в основном для эквари и никаких больших приложений тогда еще на java script не писали но с появлением но джесс как-то этот мир меня затянул сначала через бэк-энд я попал я начал писать все больше и больше на фронт-энде мы начали писать приложение которые работали только на фронт-энде и которым вообще не требовался бэк-энд и мне показалось это за этим будущее потому что постепенно когда машины мобильные телефоны компьютеры становятся мощнее мы можем переносить все больше и больше работы на фронт-энд а можешь объяснить вообще ребятам потому что на самом деле все очень разный грамм разный опыт она смотрит очень много новичков и поверь мне вот москва питер еще всем понятно но джесс это классно многие ребята вообще не понимают зачем это надо который там 10 лет на печки пишет с колокольной твоего опыта зачем нужен джесс ну почему так много на джесс стал ходить логики оправданно для это мне кажется оправданно потому что опять же когда все происходит на клиенте мы можем мы можем улучшить опыт пользователя то есть все происходит быстрее быстрее происходит рендеринг сервера отвечают только за хранение данных и синхронизацию данных между девайсами по большому счету что хочет пользователь он хочет работать со своей информацией на всех устройствах на телефоне на компьютере и так далее мы можем это ему дать когда мы пишем только код на фронт-энде все что делает бэкэнд большом счету это синхронизирует его данные между девайсами и между его там друзьями коллегами и так далее и если если вы смотреть с этой стороны получается что фронт-энд и джава скрипт ну и возможно мобильные языки нативные это все что нам нужно чтобы писать полноценное приложение а под мобильными нативными что я имею ввиду java и android к примеру или объектив си и моёс так что ребята думайте что изучать может быть печки в сторонку джава скрипт поближе здорово хорошо как дальше у тебя шло как ты пришел к организации таких вот интересных конференций и радио джейс интересных конференций где-то год назад мне пришла идея сделать java script meet up в москве потому что в каждом городе он уже был были там берлин джейс хельсинки джейс в каждом крупном городе есть джава скрипт не россии и в россии даже какие-то сообщества были и меня поразило то что в москве на тот момент я не знал ничего но хотелось хотелось общаться с людьми хотелось делиться знаниями и так далее и тому подобное я решил что я сделаю свой но так получилось что когда я начал искать что существует в москве я нашел moscow js который существовал но активность там прекратилось просто потому что организаторы тогда не было ну то есть организаторов не было времени уделять организации этапа и я написал ребятам и что меня поразило я человек с улицы написал организатором москву джейс сказал что я хочу сделать свой митап и они абсолютно открыто поделились своим опытом рассказали как они устраивают москву джейс и предложили мне что если я буду достаточно активен они мне просто передадут все сообщество это меня поразило я подумал что надо надо этим пользоваться и благодаря тому что мне ребята рассказали мне получилось собрать сначала первую встречу на нее пришли около по моему 80 человек и зал был переполнен доклады были участникам все очень понравилось мы решили что если все так хорошо надо продолжать и с тех пор за редкими исключениями вроде нового года мы проводили митапы каждый месяц и я надеюсь что мы продолжим в том же духе как решался вопрос вопрос привлечения аудитории то есть это была старая аудитория которая уже знала москву джейс или все-таки ваш подкаст он дал огромную часть новой крови аудитории вообще откуда в детали к вам приходит хороший вопрос изначально конечно это были группы в фейсбуке и в твиттере которые уже существовали у которых были подписчики заинтересованные ребята мне кажется много дает то что сейчас мы стараемся быть активными онлайн в разных источниках то есть мы стараемся выкладывать видео после митапа и это помогает нас найти скажем так мы стараемся вести чат и какие-то модерировать активность в твиттере и фейсбуке это тоже помогает мы оповещаем ребят которые уже были на наших митапах перед каждым митапом письмом о том когда будет следующее событие кто на нем будет выступать и так далее мне кажется это помогает но и еще важный момент так как каждый раз мы проводим события в разные компании они предлагают нам какие-то свои интересные способы реализации события реализации метапа в том числе да и поэтому каждое событие в своем роде уникальное и каждое событие привлекает разные категории людей таким образом москву джесс скажем так собирает людей которые думают о разных вещах решают разные задачи на фронт-энде с помощью джесс не только на фронт-энде но и на бэк они хорошо слушали такой вопрос наверняка ребята может быть интересно какой-то личный профит из этого всего им не что поясню потому что например вот на примере нашего проекта лоблок который мы делаем просто в основном он родился как какая-то идеальная идея просто делать что-то души делиться сообществом развивать сообщество так и ты все что рассказываешь звучит точно так идеалистично но многие ребята смотрят и мы так а зачем все это делать тратить свое личное время почему бы не сидеть там изучать тот же там но джесс самому там не тратить время на всю эту организацию ведь все это ну наверное ты конечно понимаешь какая-то на самом деле ответственность работа большая работать с аудиторией рассылки паблики вести все это кучу времени занимает да и какая твоя выгода выгода всегда есть друзья не существует ничего бескорыстного во-первых так много информации о технологиях которые меня интересуют я не получал ни из каких источников сейчас когда мы совершаем прогоны перед москву джесс здесь на митапе с помощью общения я получаю так много информации как не получал бы никаким другим способом это да это один один из моментов затем конечно же знакомства и просто люди вокруг когда ты видишь что люди вытворяют с технологиями ты сам вдохновляешься это один момент с другой стороны ты можешь вокруг себя собирать людей которые действительно хотят что-то делать и вместе вы уже можете делать в реально большие крутые вещи то есть то место где команду можно давать и да да и эта часть как бы часть москву джесс это наше сообщество докладчиков где каждый предлагает свои идеи и реализуется в каком-то другом по сравнению с работой ключа то есть реализуется как-то для себя хорошо слушать насколько я знаю ты сейчас работаешь в каком-то проекте берлине да расскажи пожалуйста про это это очень интересно я сейчас работаю в берлине в стартапе называется продактив мобайл и если говорить о технологиях то это все java script мы очень много делаем всего на клиенте и то что о чем я говорил что логика переносится на клиент она очень подходит к тому что мы делаем коротко если то мы позволяем переносить в приложение enterprise в приложении в на мобильные телефоны то есть мы трансформируем существующие веб-сайты в мобильные приложения вы какой стек технологии используете то есть какие-то фреймворки у вас из из крупных у нас react и flags из больших фреймворков мы используем экмаскрипт 6 и некоторые фичи из экмаскрипт 7 последних стандартов и иногда ну даже уже склоняемся к тому чтобы использовать неизменяемые данные mutable days во всем этом стеке да где все ты это все это изучала сейчас ребята смотрят пинутный классно звучит хорошо тоже хочу как это как раз знаешь такой вопрос вдохновить у нас не такая цель просто болтайте записать ребята смотрят хотят вдохновиться и каких-то советов получить честно говоря они ждут когда же там нам андрей расскажет где все это почитать и как там попасть в такой проект это крупный где где узнать например react.js я узнал на москву джесс ну то есть я слышал о нем где-то но первый москву джесс который я устраивал там андрей поп рассказывал про react и подробности об этом фреймворке я узнал там можно посмотреть запись как да да она кстати есть онлайн на нашем канале да ребят смотрите то есть это один из способов получения информации это доклады митапы и так далее затем онлайн можно говорить о твиттере на фейсбук группах по интересам определенно там вся информация есть но и просто если если вам нравится что делаю что делает какой-либо разработчик особенно этого понсорс разработчики такие как дэн амбрамов андрей поп и другие просто подписывайтесь на них твиттере они постоянно публикует что-то интересное и для меня это практически единственный эксклюзивный источник информации сейчас отлично хорошо спасибо хороший совет а по поводу того как ты попал в этот проект берлине да мне честно говоря было интересно посмотреть на стартап инфраструктуру вне москвы я уже какое-то время до этого работал в стартапах но в основном в москве или удаленно на какие-то зарубежные компании мне интересно было приехать на место и посмотреть каково все там и отличается ли это чем-то от москвы и я выбирал между несколькими городами в европе и в итоге остановился на берлине потому что мне понравилось то что стартап инфраструктуру инфраструктура там развивается и с точки зрения культуры и музыки галереи и прочего движения варишь ты выбирала как это делать какие-то сайты с вакансиями тебя самого нашли тебе высадили ряд приглашений ты думал так фейсбук потом но сначала я определился с городом затем я нашел ресурсы где допустили работу после объявления о работе начал писать все собеседования я проходил онлайн и какие-то местные сайты немецкие да например вот конкретно в берлине берлин стартап jobs кажется называется ресурс и там собственно было то что мне нужно стартап работы в берлине интересно на в итоге по иронии я проходил множество собеседований но больше всего мне понравились ребята которые сами меня нашли на angel list сами написали и собственно с тех пор да и с ними работаю уже почти год будет в сентябре очень интересный там часть такая атмосфера достаточно свободно то есть ты можешь уехать когда тебе надо москву в россию там провести конференцию вернуться до как-то происходит перемещаешься много да просто когда когда я устраивался и объяснил что сообщество для меня это очень важно я хочу продолжать ими заниматься и ребята с пониманием к этому отнеслись и поддерживают всячески хорошо здорово ну еще последнее что точно будет интересного ребятам если вот отличься от технологий стартапов все такого как она там в берлине живется как там относится к нашему брату сказать русскому ребятам если там программисты кроме себя из россии еще программисты из россии есть более того у нас в компании сейчас работают кроме меня еще два человека из россии как там живете вообще там квартиру снимаете или вам снимают мы до самостоятельно снимаем сами сами жилье жилье это наверное самый проблематичный вопрос и в берлине с остальным все очень здорово особенно в плане времяпрепровождения просто просто какого-то знаешь существования меня прежде первым делом что я сделал когда я приехал в берлин моя первая покупка была велосипед и год я с него просто практически не связала ездил на работу куда-то еще и вот такие какие какие-то мелочи меня сейчас очень рады здорово очень интересно что же спасибо тебе большое последнее твое пожелание вот парня который сейчас смотрит не знаю за что взяться а уже закрыл книжку по печки старенькую она джейс может это посоветуешь прямо сейчас да посоветую ребята изучайте разные языки программирования разные парадигмы функциональное программирование там логическое программирование изучайте что-то вне зоны вашего комфорта и вы заметите как вы растете это действительно безумно круто спасибо что смотрели спасибо тебе спасибо до встречи